Детское радио представляет Живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Уже много лет я изучаю животных и растения И теперь вот рассказываю тебе о них самые интересные истории Знаешь ли ты о том, что на свете существуют не только страшные коварные звери Но и растения-убийцы? Да-да-да-да, именно убийцы Которые подкрадываются к своей ничего не подозревающей жертве У нас на Дальнем Востоке произрастает лиана Которая так и называется древогубец Сначала это тонкая травинка, которая ползет по земле в поисках опоры И вот она нащупывает надежный ствол По кругу, по кругу, виток за витком обвивает дерево Сжимает его, словно удав кролика И растет, растет, матереет, наливается соками И вот уже ствол древогубца в твою руку толщиной А вот он уже в мою руку А во все стороны расползаются ветки и побеги с листьями И, наконец, дерево не выдерживает такой тяжести на себе Ломается, падает А древогубец, шевеля жадными побегами, уже ползет дальше и тянется к новым жертвам А можно выращивать древогубец у себя на даче Ведь под присмотром хозяина он не сможет душить местные растения Но самый коварный губитель деревьев Это фикус бенджамина Ты наверняка встречал его в помещениях среди комнатных цветов Совершенно безобидное деревце С пепельно-серым стволом и зелеными листьями, напоминающими лавровые Иногда встречаются варегатные формы Это когда по листьям расплываются светлые разводы Молочно-белые или желтые А еще очень часто фикусы, фикусы бенджамина, продают так Сажают в один горшок три, пять, а то семь деревьев И переплетают их либо косой, либо решеткой Вот ты сразу и понял, о чем идет речь Но это у нас в комнатах фикус бенджамина такой милый и безобидный А знаешь, как он ведет себя на родине? В джунглях Юго-Восточной Азии Еще коварнее, чем древогубец Мало того, что он оплетает дерево словно сетью Его побеги еще и срастаются друг с другом В том месте, где соприкасаются Вот такой он фикус бенджамина Кстати, это он мгновенно оплетал целые города И они исчезали в джунглях Помнишь, такое было и в Маугле? А вообще-то видов фикуса множество Вот, например, фиговый листок Фига, это тоже фикус Просто некоторые виды так в старину называли Фига, смоковница А мы теперь зовем эти растения инжирами Тот самый инжир, который мама покупает на рынке Это не что иное, как по-научному Фикус карика Наверняка ты слышал про баньян Это тоже фикус Он знаменит тем, что одно дерево Может образовать гигантскую рощу Как это происходит? Растет у ствола длинная боковая ветвь Потом с нее свешивается воздушный корень Растет и корень Свисает, тянется к земле И вот, наконец, достигнув почвы Укореняется Деревенеет И превращается в еще один ствол Дополнительный Вот так у одного дерева И образуются стволы подпорки У которых тоже отрастает своя зеленая крона В Индии есть священный баньян Ему более тысячи лет Он настолько огромен Что под ним однажды Укрылось от дождя целое войско Более тысячи всадников с конями Но самый известный нам Из этого многообразного рода Фикус элястика В переводе с латинского языка Фикус каучуконосный В старину его еще называли Бабушкин фикус Это тот самый У которого большие овальные листья Кожистый и блестящий А каучуконосным Его назвали из-за того Что в жилах его бежит каучук Если срезать ветку Или даже лист То на срезе выступит Белый млечный сок Если дать ему засохнуть Он потемнеет и затвердеет И получится вот тот самый Настоящий каучук О, прости, дружок Приходится прощаться На самом интересном месте Но ничего Я тебе потом обязательно расскажу И про каучук И про другие фикусы Так что до встречи Живой уголок